Ребята, привет! Это наброски. Это такие маленькие кусочки моих воспоминаний, которые вдруг набрасываются на меня. Голову мою выбивают из нормального функционирования, и будут какие-то ассоциации, эмоции и так далее. Обычно я стараюсь тут какие-то байки рассказывать из недавнего прошлого, но сегодня совершенно особый день. День, когда мы выкладываемся, я имею в виду, это 27 января. Для ленинградцев, петербуржцев, наверное, не надо рассказывать, что это за дата. Другие могут уже не знать. 27 января 1944 года шла Великая Отечественная война. Это дата полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Я говорю не немецкой, а вражеской блокады, потому что среди войск противника, которые окружали город, были не только немцы, но были испанцы, румыны, были финны. И блокада, про которую молодежь сегодня уже, наверное, только знает, что было такое слово, но не знает, что она собой представляет. И для молодежи вообще, что Великая Отечественная война, что Первая мировая, что война с Наполеоном, что война со шведами, северная, какая угодно. Хоть Александр Македонский – это все единое прошлое, а для нас это близко, для моего поколения. Потому что я вырос среди блокадников, которые прожили здесь или всю блокаду, или часть блокады. Некоторые из них живы до сих пор, дай бог им и 300 лет еще прожить. Никто из них никогда не рассказывал, когда я рос, о том, как они здесь жили, как они здесь умирали. Как они ели кошек, как они спасались от людоедов, как они в очереди стояли за этой порцией хлеба в 250 или в 125 грамм. Как они топили книги или мебель, поскольку нечем было больше отапливаться. Как хоронили свои... Об этом ничего не рассказывали. А кому рассказывать? Все вокруг блокадники. Друг другу – это глупо. И только когда я вырос уже, начал что-то в жизни понимать, я стал читать, интересоваться и понял, какой здесь был ужас. Понимаете? И он вдвойне был ужаснее, что параллельно шла нормальная жизнь. Одновременно. Вот работал театр, а вот людоеды. Вот люди работают на заводе. Или исполняют симфонию Шостаковича в Большом зале филармонии. А тут же едят собак и кошек. И съели. Одновременно. Понимаете? И я сейчас хочу вам просто рассказать и показать там три маленьких кусочка про то, что происходило в городе в эти блокадные месяцы. В первую очередь, первой зимы 1941-1942 года. И чтобы это не было таким уютным рассказом в хорошем кресле, мы вышли на улицу. Тем более, что как раз за окном такая конкретная питерская зима промозглая, пробирает тебя до костей. А чтобы это не было вечером устного рассказа одного человека, мы еще добавим несколько цитат из мемуаров и из дневников ленинградцев, которые жили тогда в блокаду в Ленинграде. И выжили, кстати говоря, не все. Видите название? Какое классное. Сытный рынок. Оно такое сочное. Это питерское название. Его еще раньше обжорной называли. Или обжорка. Старинный рынок. Петровских времен еще. Рядом с Петропавловской крепостью. Здесь во время блокады была каждый день толпа. И вообще весь город превратился в одну гигантскую барахолку, потому что все все пытались что-то продать, поменять на еду, в первую очередь. Весь город. А на рынках особенно. Постепенно, конечно, становилось с едой все хуже, 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 хуже. Электричество кончилось в городе. Трамваи остановились прямо на улицах, были брошены. К Новому году, 42-му, цены вскочили бешено. Буханка хлеба официальная цена руб 70, руб 90. Цена на рынке 400. За килограмм. Руб 90 – 400. Мясо – 400 примерно. Масло – 500. Зарплата рабочего, хорошего, квалифицированного – 600-800. Зарплата профессора – 600-800. Можно себе представить. Голод, холод, смерть. Огромное количество заболеваний. Каких? Ну, цинга. Кровоточивость десен, выпадание зубов, дикие боли в суставах, люди не могли ходить, как бы остекленение коленных суставов и стоп с трудом передвигались, лица обтянутые сухой кожей старческой, такие скулы обтянутые, глаза запавшие, гормональные нарушения у женщины, даже есть описание, вот, например, Виталий Бьянки, известный писатель питерский, вспоминал, цитата, в 1942 году весной, после страшной блокадной первой зимы, увидел поражающее количество женщин и даже девиц с усами. И при этом в блокадном Ленинграде были женщины, которые рожали детей, вынашивали, рожали и выхаживали детей. Я даже знаю таких детей. Вот жизнь, какая она одновременно разная была. Мы собирали землю у Политехнического института. Там было место, где до войны то ли продукты испорченные закапывали, то ли еще что, но земля там была вкусная, жирная, как творог. Она не хрустела. Мы делали из нее оладьи. Ребята, это историческое место, потому что отсюда, как раз с этой площади, начинался город Петербург. Вот Петропавловская крепость рядом со всем. Видите, такое туристическое место. Сейчас называется площадь революции. Во время войны, как только началась война, здесь были прокопаны такие узкие траншеи глубокие. Их называли щели. Для чего? Вокруг зданий нет? Если начнется бомбежка или обстрел, где могли бы прятаться люди, которых застала неожиданно врасплох эта бомбежка? Вот в этих щелях. Но парадоксальная история, что в них люди жили. Потому что, когда стали наступать немцы из районов Ленинградской области в город двинулось огромное количество беженцев. Им негде здесь было поселиться. И они селились просто в этих траншеях. Часто тут же скотина стояла, как-нибудь овца, корова, коза. Такое тоже было. Более того, вот чуть дальше за моей спиной, там, где деревья, там тоже были такие щели прокопаны. У них была другая судьба. Там горожане хоронили своих покойников. Умерших от голода или погибших от бомбежек. Как хранились? Брасывали в эти щели и уходили. Потом они были закопаны. Образовалось неофициальное, нигде не отмеченное кладбище. После войны, когда уже все схлынуло, эти могилы раскапывались, останки человеческие вывозились на кладбище. Но до сих пор в городе есть поверье, что какие-то из могил сохранились там. И так ленинградцы там и лежат. А поверх люди гуляют, отдыхают. Там, знаете, аттракционы, кинотеатры, синема-парк и так далее. Так это или нет, сто процентов, никто не знает. Но поверье есть. Вдруг оглушительный выстрел, свист снаряда. Я плотнее прижимаюсь к маме, в мозгу застучало. Смерть, смерть сейчас. Везде валяются кишки, кожа, клочки волос, мозги, стоят лужи крови. Обстрел затихает. Мы идем, вижу труп мужчины, он без головы. Руки раскинуты. Рядом с ним женщина, она вся в крови, ноги оторваны, тело все сплющено, разбито. Перешагиваю и через этих. Вот памятник за мной очень красивый. Это персидский поэт Низами, средние века, великий мыслитель. До войны, и в начале войны здесь тоже, не было никого памятника и скверы. Здесь был стадион. Такой местный стадиончик, он назывался, почему-то странное название, строитель центра. Не знаю, что это значит, но стадиончик. Так вот, на этом стадиончике перед входом, вот прямо здесь, где я стою, в первую блокадную зиму образовалась стихийная свалка трупов. Почему она тут возникла? Дело в том, что у людей, у многих, во-первых, не было сил тащить своего похойника на кладбище, машин же не было, значит, нужно тащить пешком, а кладбище все далеко. Как их дотащишь? Тяжелое тело. Либо не было денег заплатить за погребение приличное, потому что на кладбищах могильщики, сами обессиленные, сами голодные, за то, чтобы выкопать отдельную могилу, в мерзлой земле ломили бешеные бабки. И пуще того еще хлеб и водку требовали, что дороже любых денег было. Были мертвецкие, покойницкие при больницах, но это же были не современные холеные морги, это были сараи, как правило, которые были забиты трупами доверху. Смертность была чудовищная, совершенная. И многие люди просто не могли морально себе позволить тело близкого человека оставить в этой куче трупов. И вот приносили и оставляли. Здесь некоторые сверху могли приложить прямо на теле, положить документы на умершего, придавить там куском льда, или какую-нибудь цветную тряпку клали, для того, чтобы с дороги люди видели, что здесь что-то лежит, обратили внимание, может быть, забрали трупы, и действительно появлялась какая-нибудь машина, эти трупы увозились, и все повторялось заново. Об этой истории мало кто знает в Питере сегодняшнем, но это абсолютная правда. О чем, конечно, не можешь подумать, когда приходишь сюда, потому что здесь красивый скверик, манерные скамеи, вы видите памятник персидскому поэту Низами, знаменитому в Средние века. Мамочка оказалась под обломками разрушенного дома. Я стала кричать, звать маму. Услушав ее голос из-под обломков, я откопала ее. Говорю, мамочка, пошли домой. Она в ответ, я не могу, доченька, у меня ножек нет. Вот то, что я хотел вам сегодня сказать в честь этого дня, 27 января 1944 года. Если вас это интересует действительно, или, может, вы хотите рассказать поподробнее что-то своим внукам и детям, то из всего вороха литературы, который есть о блокаде, я бы вам посоветовал сегодня три книжки. Две из них написал, к сожалению, очень рано ушедшие жизни, замечательный исследователь Сергей Яров. Одна книга называется «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Без пафосных речей, без сводок с фронтов. Повседневная жизнь в городе. Вторая называется «Блокадная этика». О том, что происходило с нормами человеческой морали, когда люди оказались в этом котле. Ценность этих двух книг в том, что они написаны строго на документах, без отвлеченных рассуждений, без лирики, без литературы. Документы, мемуары, дневники. «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» и «Блокадная этика». Третья книга немножко другая. Она вышла только что. Называется «Блокадный футбол». Это первая книжка, где сделана попытка на основании только документов рассказать правду об одной из самых знаменитых блокадных легенд. О том, что в Ленинграде в 42-м году, 31-го мая, играли в футбол изможденные, умирающие от голода люди. Вот они заставили себя выйти, чтобы показать всему миру, что город жив. Это действительно было так. Люди играли в футбол. Но дальше началась красивая легенда, раздутая до невероятных значений, о том, что на самом деле собой представляла эта игра в футбол, что ее сопровождало, что ей предшествовало. написана целая книжка очень честными исследователями. Так что, если вам интересно, узнать, чем город жил, кроме борьбы за выживание, блокадный футбол. Вот название внизу. Если что-то хотите узнать еще или хотите поспорить со мной, сказать мне, в чем я не прав, пишите комменты. Я в вашем распоряжении. Редактор субтитров А.Семкин